Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, начался с торжественной линейки на Центральной площади. Под гимн страны на флагшток поднимается флаг России. Студентка 4-го курса Самарского университета Полина Воеводина приезжает в авангард Самары уже третий год подряд работать вожатой. Программу праздника, рассказывает Полина, придумывали вместе. В лагере очень дружная атмосфера и отличный коллектив. Дети очень готовятся, стихи рассказывают, танцы танцевать. Очень много идей сами предлагают. Мы можем стихи рассказать, а вот скоро праздник, можно мы флешмоб сделаем. И заинтересованность ребят на самом деле очень заметна. И они хотят чем-то таким заниматься, хотят себя проявлять. И очень здорово, что это не только творческие души порыва, но и любовь к родине. После торжественной части дети разошлись по секциям. В одной из беседок на территории центра кипит творческая работа. На пустом листе ватмана постепенно вырисовывается российский триколор. Это будет стен газета, посвященная российскому флагу. По словам вожатой Анастасии Корякиной, тема патриотизма близка современным детям. Теплые чувства к родине. И они понимают, что если государственные флаги есть, то к ним нужно тоже соответственно относиться. Нужно уважать, ценить. И сейчас очень увлеченный процесс идет создание стен газеты. Девочки очень быстро накидали идею, набросали эскиз. И активники занимаются созданием, водошлением идеи в жизнь. Центр «Авангард Самары» известен своей военно-патриотической направленностью. Сюда приезжают кадеты, спортсмены. Оснащение центра рассчитано на проведение патриотических и тренировочных мероприятий, освоение полосы препятствий, стрельба из тира, лазер-так. В этом году на базе центра впервые проводится смена движения первых. В ее основе развитие лидерских качеств, чувство патриотизма, игры на сплочение и творчество. Спортивная и военная подготовка также присутствуют. Если в ту смену это были кадеты, юнормейцы, которые свою жизнь связали именно с военной направленностью, то здесь это дети, я так подразумеваю, с какими-то лидерскими качествами, которые здесь развивают, совершенствуют и что-то делают для того, чтобы это улучшалось. Следующим летом смена движения первых центра «Авангард Самара» вновь откроет свои двери для активных, патриотичных, спортивных и творческих ребят Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин. События. Галина Топилина, Константин Головин. Галина Топилина, Константин Головин.